Всем привет, с вами Тед и сегодня у нас рубрика, которая достаточно неплохо зашла. Навигатор StarCraft. Это отличный способ для новичков включить вот это видео и слушать мои указания во время видео и делать то же самое у себя на экране параллельно. Поехали! В прошлый раз это была переозвучка. Сейчас я хочу попробовать вживую говорить все, что я делаю, и вы сможете повторять за этим, возможно, эффективнее. Обязательно напишите в комментариях, понравилось вам или нет. И не забывайте, что сегодня у нас три расы. Зерк, Протос и Терен. Поэтому смотрите в тайм-коды внимательно на вашу расу. Сегодняшние билды будут двухбазовыми с разведкой, то есть все будет намного интереснее, чем в прошлый раз. Три, два, один. Поехали! Заказываем пробку и ставим релли-поинт на рампу главного... Ну, на главную рампу. Заказываем еще одну пробку. Первая пробка вышла. Ставим пилон на рампу. Отправляем пробку обратно на минералы. Заказываем еще одну пробку. Ставим релли-поинт к рампе и готовимся следующей пробкой ставить гейт. Заказываем еще одну пробку. И даем буст в Нексус. Ставим релли-поинт на минерал и ставим сразу же гейт. Едем на разведку. Заказываем еще пробку. Заказываем газ. И продолжаем добывать минералы. Заказываем еще пробку. Заказываем еще один газ. Ставим релли-поинт на первый газ. Заказываем еще пробку. Кидаем буст. И ставим пилон возле газа. Кидаем. Еще одну пробку заказываем. Первая пробка доехала. Проверяем, есть ли у соперника вторая база. Если есть, все окей. Если нет, возможно, нас будут чизить. Заказываем еще одну пробку. Если нас будут чизить, просто готовьтесь, стройте юнитов, защищайтесь. Отправляем релли-поинт на второй газ. Идем ставим кибернетку. Заказываем еще одну пробку. У нас должен быть 22 лимит на данный момент. Теперь 23 лимит. Первая пробка вернулась. Заказываем зилота. Заказываем пилон на второй базе. И остаемся пробкой там стоять. Наша полная экономика готова. Ставим релли-поинт на вторую базу. Заказываем второй Нексус. Отправляем пробку добывать на вторую базу. Ставим релли-поинты на вторую базу. Заказываем в центре. Варп гейт. И кидаем буст в центре. Зилот стоит и защищает стенку на первой базе. Начинаем заказывать пробок. Заказываем еще одну пробку из сталкера. Заказываем робо. Строим пробок. Следим уже за пробками, чтобы они строились без перерыва по одной штуке. Сталкер почти вышел. Ставим еще два гейта. Кидаем скаут Феникса. Отправляем его на вторую базу соперника. И смотрим, во что будет он играть. Кидаем два буста в Нексусе, если нас, естественно, не чизит. И заказываем апп сервера из роба. Видим, во что играет соперник. Можем предпринять какие-то действия. Но если мы не собираемся ничего выдумывать, тогда мы ставим робо-бэй и форжу. Прямо сейчас. Продолжаем заказывать пробок, не забываем это. Ставим пилон. Теперь ждем. У нас есть первый варп. Его можно пропустить и поставить два газа, что мы сейчас и сделаем. И можно продолжить строить, к примеру, призму или еще что-то. Но мы сейчас делаем варп. Так безопаснее. Делаем сталкер, сентри и адепт. Форжа готова. Заказываем плюс один на атаку. Переводим пробок на второй базе на газы. Робо-бэй достроился. Заказываем первого колосса и кидаем в него буст. Следим внимательно за производством колоссов и постоянно их бустим. Заказываем пилон. И еще один пилон. Ваша экономика уже должна быть в принципе завершена к этому моменту двухбазовая. Аккуратно следите и защищайте свои базы. От сервера можно отправить к сопернику, можно держать дома, если боитесь дарков. Не забывайте кидать густы в колоссов. Первый почти готов. Заказываем второго. И заказываем апгрейд на колоссов на дальность в робо-бэе. Ставим пилон. Начинают копиться ресурсы. Ставим плюс 4 гейта. Кидаем буст в колосса. Делаем варп трех сталкеров. Ставим два пилона. Заказываем третьего колосса, не забываем бустить. Ставим пилон. Заказываем еще трех сталкеров. Заказываем варп призму. Третий колосс почти готов. Кидаем еще один буст. Дальше у вас есть вариант. Поставить третью базу и продолжить самостоятельно. И при этом не забыть поставить еще твайлайт и еще одну форжу. И делать в них блинг и апгрейды. Плюс два на атаку, плюс один на броню. В данном случае мы ставим из робо-роллипойнт призмы в атаку. Делаем варп семи сталкеров. И идем в атаку. Атака прожата. Призма вылетает. И летит на другую часть карты. Долетели до середины. Открываем призму. Делаем варп. Три сентри. Четыре зилота. Идем в атаку. Дальше остается только ваш микроконтроль и способность кидать форсфилды, иллюзии сентрей и так далее. Не забывайте, что когда вы дошли до атаки, только чтобы варпали в центре карты, скорее всего сейчас вы на натурале соперника, можно сделать варп и еще семи сталкеров. Удачной вам игры. Три, два, один. Заказываем рабочего. Ставим роллипойнт на рамку. Заказываем еще одного рабочего. Отправляем роллипойнт на минералы. Первым рабочим заказываем сапплай. Заказываем еще одного рабочего. Заказываем еще одного рабочего. Рабочий, который доделал сапплай, ставит барак. Сразу же ставим газ. Заказываем еще одного рабочего. Берем рабочего с минеральной линии и отправляем его на вторую базу соперника, посмотреть будет она ставиться или нет. Заказываем еще одного рабочего. Отправляем рабочих на газ. Заказываем еще одного рабочего. А рабочий, который строит барак, отправляется на вторую базу. И будет готовиться строить вторую базу. Заказываем орбитальную станцию и рипера. Смотрим, есть ли вторая база у соперника. Скорее всего, она уже должна ставиться, значит все нормально. Если нет, можно этим рабочим подняться наверх и посмотреть, против чего мы играем и готовиться к атаке. Если же все нормально, ставим вторую базу. Ставим сапплай. Стенку. Продолжаем заказывать рабочих и кидаем мула. Рипер вылетел. Можете им исследовать часть карты, либо оставить дома, чтобы он помогал защищать. Заказываем марика. Если вы первого рабочего возвращали, заказываем им бункер. Если нет, заказываем бункер любым другим рабочим. Дальше следим за производством рабочих без перерыва. Рабочий, который достроил сапплай, строит в пекторе. Заказываем реактор. Ставим газ. Бункер готов, можно в него садиться. Наполняем газ на первой базе. Заказываем орбитальную станцию на второй. Начинаем производство марика без перерыва и одну мину. Сразу же строим старпорт. Роллипойнты на вторую базу. Следим за производством рабочих отсюда самостоятельно. Марики строятся без перерыва. После мины ставим техническую лабораторию. Закапываем мину, чтобы к нам не могли пройти соперники. Ставим сапплай. Старпорт почти достроился. Перелетаем старпортом на место, где строилась техлаба. Заказываем рейвена. Это нам нужно, чтобы не погибать от невидимых юнитов. Ставим техлабу на фекторе. Заказываем еще один сапплай. Не забываем строить рабочих. Заказываем танк. Заказываем два сапплая. И заказываем два барака рядом с старпортом и факторкой. Заказываем викинга. И еще один танк. Сразу же за этим два газа на второй базе. И еще два сапплая. Раскладываем танк. Мы готовы защищаться. После постройки викинга отлетаем старпортом и готовимся строить на нем реактор. В ближайшее время пока ничего не строим. Заказываем еще два сапплая. Наполняем газы на второй базе. Раскладываем второй танк. Перелетаем бараками на технические лаборатории. Ставим две инженерки. Заказываем щиты, стимпак и конкасив шеллы. И начинаем производство мариков. Делаем реакторы на фекторе и на старпорте. Перестаем строить рабочих, если у нас полная экономика. Строим два сапплая. Заказываем грейды плюс один на атаку, плюс один на броню для пехоты. Ставим еще два барака. Фектори и старпорт готовы со своими реакторами. Начинаем заказывать без остановки мины и медиваки. Не забываем про производство мариков и теперь можем начинать строить мародеров. Еще два сапплая. Еще мины, еще медиваки. Еще два сапплая. Не забывайте кидать мулов, ваша энергия должна быть всегда на нуле. На новых бараках строим техническую лабораторию и реактор. Наши апгрейды почти готовы. Заказываем еще два медивака, либо два либератора. Продолжаем заказывать юнитов. Заказываем еще две минки. И теперь решаем. Складываем танки, выходим из бункера. И мы можем взять всех рабочих и пойти всей армией сразу в атаку. Либо вы можете продолжать добывать рабочими и продолжать строить в атаку юнитов. Ралли-пойнтами. Если вы сорвали всех рабочих, как это сделал я, вы уже почти добежали до Другой части карты. И вот, восьмая минута. У вас должно быть 150 лимита. Продолжаем заказывать только мариков. Приходим и атакуем всей вот этой толпой. Удачной игры. Не забывайте закапывать мины и раскладывать танки в сражении. Прожимать стимпак и фокусить соперника. Рабочие выходят как танкующие юниты. Три, два, один. Заказываем рабочего. Отправляем оверлорда на другой конец карты. Желательно, чтобы он видел вторую базу соперника и был при этом неуязвим. Заказываем еще одного оверлорда. Заказали. Он остается дома в воздушном пространстве. Заказываем рабочего. Будем играть стандартную стратегию с реакцией. Заказываем два рабочих. Одного из них отправляем на вторую базу. Пока что ничего не заказываем. У нас 16-й лимит, и мы будем ставить 16-ю хату. На 16-м лимите соответственно. Рабочий спускается, готовимся ставить хату. Ставим хэтчери. Заказываем рабочего. Заказываем еще одного рабочего. Отправляем его на газ раллипойнтом. Заказываем еще одного рабочего. Отправляем его рядом с газом. Это будет пул, он же омут рождения. Ставим 18-й газ. Готовимся, ставим 17-й пул. Заказываем рабочего. Отправляем раллипойнтом на газ. Еще одного рабочего. Раллипойнтом на газ. Забираем рабочего с минеральной линии. Отправляем его на газ. Заказываем еще одного рабочего. Отправляем его раллипойнтом на минеральную линию. Ставим раллипойнты рабочих на вторую базу. юнитов на рампу главного здания заказываем оверлорда отправляем его в район своей третьей базы следить когда же она будет там безопасности или нет заказываем еще одного рабочего готовимся сейчас достроиться хаты заказываем 2 королевы и 2 пары лингов снимаем два рабочих с газа отправляем их на вторую базу у нас 100 газа собралось заказываем скорость лингов одного рабочего оставляем на газу заказываем еще два рабочих смотрим вторую базу если второй базы нету можно начинать строить лингов и королев и защищаться противном же случае если все нормальная вторая база у соперника есть едем в нашу третью базу можно помочь лингами едем естественно рабочим ставим третью базу в 240 королевы достроились королева на мэне делает инъекцию карамы королева на второй базе делает крип пока что ничего не заказываем готовимся заказать еще две королевы эти а база поставилась начинаем заказывать дронов на 34 лимите заказываем оверлорда распространяем крип еще дальше делаем две инъекции тратим все ресурсы на рабочих сорок второй лимит берем два рабочих возвращаем их на газ вылупилась еще две королевы королева с главной базы делает крип королева со второй базы тоже делает крип и идет на третью базу распространяем крип строим рабочих делаем две инъекции и сразу же заказываем на второй базе два газа и роуч варен на главной базе заказываем layer если вы боитесь воздушных юнитов собирайте всех королев в минеральных линиях королева на 3 базе делает реп тумор продолжаем строить рабочих теперь нам нужно сделать на 50 лимите оверлордов мы попали в supply блок и просто выходим из него постройкой большого количества оверлордов отправляем рабочих на газы заказываем еще два рабочих на вторую базу и того у нас 42 рабочих ставим все раллипойнты на третью базу делаем инъекции распространяем крип заказываем рабочих на все ресурсы layer почти готов заказываем скорость тараканов делаем инъекции заказываем рабочих чтобы общее количество рабочих было 51-53 и 3 полных газа распространяем крип и начинаем тратить ресурсы уже на боевых юнитов берем рабочего с 3 базы и ставим 4 базу продолжаем тратить ресурсы на оверлордов данный момент я заказал 3 оверлорда сделал сразу же инъекции и сразу заказал еще кучу тараканов из первых тараканов делаем равагеров нас должно получиться около пяти штук начинаем заказывать лингов делаем инъекции бежим в атаку отправляем все раллипойнты в атаку и делаем до заказы только лингов следим за инъекциями и начинаем давить нашего соперника и пытаться победить в любой момент если вы видели до этого как на вас нападали вы должны были остановить производство рабочих и начать строить тех юнитов которые доступны а именно королевы и линги если вы внимательно следите за мини-картой то как вашу сторону выбегают вы отобьетесь от чего угодно седьмая минута у нас 130 лимита 136 следующий до заказ как только готовы инъекции вылетели следующие оверлорды и у нас уже 167 лимита 162 удачной игры и